Продолжаем изучать драгоценные камни небес. Сегодня у нас для изучения камень Яшма, Яспис. Прочитаем местописание. Так, 2 Коринфянам 4,18, но мы с 17 стиха, даже с 15. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим на невидимое, но на видимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное. Итак, кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Представляете, кратковременное страдание, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно, ибо кратковременное, легкое страдание, слово кратковременное сиюминутно, легкое страдание, представляете, вот наше страдание это сиюминутное, страдание, притеснение, мучение, бедствие, притеснение, гнет, скорбь, то есть вот это кратковременное наше, сиюминутное. Производит, а в оригинале стоит производит, совершает, делает, творит, создает Творит, то есть производит Вот это сиюминутное притеснение, гнет, скорбь, мучение, бедствие наше Производит, творит, делает, совершает в безмерном преизбытке Стоит слово еще превосходство, преобладание При избыток тоже превосходство, преобладание, как два раза Вечную, без начала и без конца, постоянную, непрерывную славу Это блеск, сияние, яркость, слава, честь, величие Смотрите, сияние, вот это для нас важное слово Исучаем наши камни, и они сияют при свете Отражают узоры, сияют, блестят, блеск, имеют яркость То есть вечную славу Постоянство непрерывное, вечное, без начала и без конца Постоянное, непрерывное сияние Сияние, блеск, яркость, слава, честь, величие Итак, при кратковременном, то есть сиюминутном Страдании, притеснении, скорби, мучения, бедствии Производится, то есть творится, совершается В безмерном превосходстве, преизбытке При избытке и превосходстве Вечную, постоянно непрерывную славу То есть блеск, сияние, яркость, честь и слава Когда мы смотрим, наблюдаем, следим Не на видимое То есть видимое, это как раз вот это Скорбь, страдания, притеснение, гнет, бедствия То есть когда мы смотрим не на это А смотрим на невидимое То есть наблюдаем, смотрим Ибо видимое временно То есть кратковременно, непродолжительно А невидимое – вечно. Так вот блеск камней, который прообраз Божьего народа, как раз отражает вот эти узоры пути Божьего познания, жизни с Богом здесь, хождения пред Богом, пути испытаний, бедствий кратковременных, сиюминутных. Проходя через это, производится, творится, совершается, производится в безмерном преизбытке, представляете? Безмерный преизбыток, вечную, без конца, постоянную, сияние яр, слава, честь. Вот такой образ отражается в камнях пророческий, да? Потому что мы сейчас смотрим, как здесь написано, когда мы смотрим на невидимое, вот когда мы смотрим на невидимое, мы же не видим эти драгоценные камни в Новом Иерусалиме, они нам описаны. Они нам описаны для рассмотрения их, да? То есть мы тоже рассматриваем невидимое, но мы их не видим физическими глазами, только верою, то есть только духовными глазами рассматриваем. И вот мы сейчас как раз их рассматриваем, и что мы видим? Что вот это отражение, сияние, блеск, честь, слава Божья, да, отражается или произвелась, да, через кратковременное страдание и скорбь здесь на земле. Следующий стих. Колоссянам 1,16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Это 17 стих. Теперь посмотрим в оригинале. Давайте-ка мы чуть выше еще возьмем. Здесь говорится о Сыне Божьем, то есть об Иисусе Христе. С 13-го. «Избавившего нас от власти тьмы, ведшего в царство возлюбленного Сына, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощения грехов, которые есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Итак, все им создано. Кем? Иисусом Христом, да? И им все стоит. А он есть образ Бога невидимого, который явился нам в Иисусе Христе. Теперь разберем. Так, избавившего освобождать, спасать, избавитель нас от власти, от силы тьмы, ведшего, то есть переставлять, перемещать, переубеждать царство, царская власть, владение возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление, выкуп, избавление или освобождение кровью, кровь-носитель жизни, кровью его и прощение, отпускание, освобождение, прощение, отпущение грехов, который есть образ, подобие, извояние, изображение, то есть образ, подобие Бога невидимого, невидимый, незримый. Рожденный прежде, то есть первородный, рожденный прежде, первенец, всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах, небо, небеса, поднебесье, и что на земле, почва, мир, планета, все видимое, зримое и невидимое, незримое. Престолы ли, господство ли, владычество, начальство, власти ли, все им и для него создано, все им стоит, является, показывается, доказывается, хвалится, стоять, стоять, держаться. Все им стоит. И он есть глава, тело, церкви. Кто глава церкви? Тот, который все сотворил, видимое и невидимое. Он есть глава, тело, церкви. Глава еще переводится голова, глава, начальник, самый главный. Он начаток, то есть Он, Иисус Христос, начаток, первенец, рожденный прежде, первородный, первенец из мертвых, то есть в теле человеческом, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Полнота означает еще исполнение, выполнение, наполнение, и чтобы посредством Его примирить полностью, вновь, опять, вновь, примирить собою все, то есть всякий, каждый, всякого каждого, умиротворив, приносить мир через Него, то есть через Иисуса Христа, кровью Креста, кровью Креста Его, и земное, и небесное. То есть примирить с Собою и земное, и небесное. То есть здесь какое для нас ключевое слово? То есть видимое и невидимое, да? Все Он сотворил. Итак, Иисус, Сын Божий, Он образ Бога невидимого, вот которого никто не видел. Вот увидели Иисуса, видели и Отца. Видели Иисуса, видели Бога. И все им создано на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Слава Господу! Евреям 11.3 Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Итак, как мы познаем? Верою. Верую познаем. Итак, все, что мы видим и все, что не видим, все, что нам написано, во что мы верим, это все сотворено Богом, Иисусом Христом, Сыном Божьим. И все им, все это стоит. Все Он сотворил и видимое, и невидимое, да? И вот наша вера, вера, вот Евреям 11.1 стиха прочтем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние, и наш стих. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Вера, верность, доверие, есть осуществление, то есть сущность, естество, реальность, действительность, основание, фундамент ожидаемого, то есть надеяться, уповать, полагаться, рассчитывать, и уверенность, то есть доказательство, подтверждение в невидимом. Итак, вера – это сущность, естество, реальность, действительность, основание, фундамент ожидаемого. Надеяться, уповать, полагаться, рассчитывать и иметь внутри себя доказательства. Уверенность в невидимом, верою, то есть верность, доверие, убежденность. Познаем, постигаем мысленно разуметь, понимать, познать, мыслить, помышлять. То есть познаем, что веки устроены, то есть восстанавливать, исправлять, чинить, вновь производить в порядок, устраивать, готовить, снаряжать, дополнять, совершать. Видите, опять мы познаем, что все восстанавливает, и верою познаем, мысленно разумеем, понимаем, то есть что Бог восстанавливает, исправляет, чинит, вновь производит в порядок. Устраивает, готовит, снаряжает, дополняет, совершает. Словом, то есть слово изречения, словом Божьим. Так что из невидимого произошло, то есть становится, рождается, происходит, совершается. Мне даже нравится, рождается. Из невидимого рождается видимое. А видимое, смотрите, слово какое-то стоит. Светить, сиять, являться, показывать, представляться. Сильные слова, да? Верою познаем, то есть разумеваем, постигаем мысленно, что веки восстанавливает Бог, исправляет, готовит, снаряжает, устраивает, совершает словом Божьим. Так что из невидимого произошло, то есть рождается видимое. А видимое – это осветить, то есть он освещает, сияет, являться, показывается, то есть является, показывается, да? Так можно сказать. А можно сказать, что это невидимое светит, сияет, является, показывается. То есть если в том контексте смотреть, в котором мы сейчас изучаем камни, то мы можем что увидеть? Что Бог всё сотворил, всё им сотворено, и им всё содержится. И мы верою познаём, то есть имеем внутри доказательства, уповаем на это, уверенные в этом, уверенные в невидимом. И познаём верою, то есть разумеваем мысленно, понимаем, что веки устроены, то есть они восстанавливаются, исправляются, приводятся в порядок Словом Божьим. Вот этим Словом, которое нам написано. Так что из невидимого, что мы не можем увидеть, в синодальном написано, что это о сотворении. Вот сказал Бог, исполнилось, как бытие в первой главе написано. А здесь мы видим как бы ещё даже продолжение, что оно ещё пересотворяется. Мы вот здесь вот так можем увидеть, что мы наблюдаем мысленно, разумеем, понимаем, что происходит, совершается, пересотворяется. Такое ощущение, что это начало только. Вот Он всё сотворил Словом, и мы внутри себя имеем это доказательство, свидетельство внутри себя, что это так и есть, что это Он сотворил. И мы верою только познаём, то есть мысленно разумеваем, начинаем понимать, что веки устроены, то есть восстанавливаются, исправляются, чинятся, вновь производят в порядок, устраивают, готовят, совершают Словом Божьим. Такое ощущение, что Он сотворил и ещё творит, приводит в порядок. Так что из невидимого произошло видимое. И мы можем понять, что как Бог сотворил всё по Слову, так и сейчас Он творит всё по Слову. Совершается, становится, происходит всё видимое. И вот это вот невидимое, что происходит с нами, по Слову Божьему, оно станет видимое. То есть начнёт сиять, светить, являться. Даже вот так можно представить себе, что Он будет показывать, Бог будет показывать, являться, представлять. То есть это реально Богоявление будет. Через видимое будет Богоявление. Удивительно. И мы это верою только познаём. Итак, из невидимого произошло видимое. Можно сказать, из невидимого то, что на небе, произошло видимое. И сейчас невидимое происходит в этом видимом, которое дальше будет всем видимо. Аминь. Вот такая красота. Вот так мы можем сегодня с вот этой грани посмотреть на этот стих. Конечно, Слово Божье, оно многогранное, вечное. Можно углубляться и углубляться в Него. Ещё прочтём Евреям 1.1. Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа всё словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ним наследовал имя. Бог многократно и многообразно, то есть различными способами, говоривший издревле, то есть рассказывал, беседовал, возвещал издревле, прежде, раньше, отцам. Отцам – это пророкам. Вот так интересно здесь стоит слово. У нас стоит отцам в пророках, то есть говоривший издревле отцам в пророках, а здесь стоит наоборот пророк в отцах, пророк в отцах. Итак, Бог многообразно, многократно говоривший издревле пророкам в отцах, или отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. То есть через него сотворил, то есть Иисус сотворил. Аминь. Видите, как интересно? «Все и будучи сияние славы», а выше мы читали перед этим, что все им сотворено, образ Бога. И здесь тоже, видите, мы читаем, что образ ипостаси Его, образ Его сущности, действительности, естество Его, личность, ипостась, образ личности Бога нам явился, да? «И держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов». То есть он, выше мы прочитали, что все им держится. И здесь тоже читаем. «И держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших». Вы посмотрите, какая сила. Все сотворить мы можем восхищаться. Да. Как же Он все сотворил? Какая же творческая сила? «Сказал и стало, эти моря и все, что в морях, небеса и все, что на небе, земля и все, что на земле, все творение, все живущее, все наполняющее. Посмотришь это море на глубинах, что на земле. Посмотришь вселенную, эти все галактики, все». Он все сотворил словом. И смотрите, словом силы. «И держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов». То есть это Его Слово. Он сказал и сделал. И восстановил, пересотворил. То есть будет этот народ, да? Остаток верный. Смотрите, как интересно. То есть этой же силой. Нам кажется, иногда посмотришь на себя или на кого-то, или на себя. Как же можно изменить характер? Ведь это же не под силу человеку. Человеку – да, но не Богу. Нам нужно верить, что сказал Он. Верить, иметь внутри вот это доказательство. А откуда у нас вера? От слышания Слова Божьего. Вот как мы посмотрим на небеса, этот голубой цвет – это завет Бога с нами. Что Он обещает, что Он пропишет заповеди в сердцах наших. То есть Он нас пересотворит. Он нас изменит, восстановит, пересотворит. Он будет сиять через нас. Будет сияние, блеск, свет, слава. Карактер Его будет блистать. И мы посмотрим на небеса. В какие бы окна я ни посмотрела, везде небеса. На улицу выйдешь – везде небеса. Как будто Он все время говорит о завете своем. Нам нужно об этом помнить. Нам нужно смотреть, помнить, хранить это Слово Его. Чтоб оно исполнилось в нас. Аминь. И вот этой же силой своей творческой. Так же по Слову Он сотворит в нас. Он есть Слово. Он творит. Все им и для Него. Все для Господа. Все для Бога Небесного. Мы для Него. Мы теперь не свои. Он купил нас кровью своей святой. И дети наши не наши, а не Его. Поэтому, смотря на видимое, вот мы смотрим на небо, мы можем видеть невидимое – верою. Вот так Господь многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Вот Его Слово нам записано – излитие Сына Божьего в сердца наши, Духом Святым. И Он произведет вот это сияние, свет внутри нас. А людей, люди, как живые камни. То есть вот этот свет и сияние будет сиять через эти живые камни и отражать славу Божью. И узоры, прекрасные узоры. И все это будет славить Господа. И это будет силою Божьей, это будет. Потому что Он сказал, как Он все сотворил по Слову, так и сотворит в нас по Слову. Мы должны видеть видимое. Вот мы видим видимое – небо, землю, моря, все Его творение. И мы понимаем, что это Он сотворил по Слову. И вера у нас должна расти. Мы должны верить, уверенными быть, что так же по Слову Он сотворит и в нас. Его Слово исполнится в нас. Христос в нас – упование славы. Он в нас возрастет. И нам не нужно пыжиться, тужиться, избивать себя, еще что-то делать. Нам нужно смотреть на Христа. Нам нужно смотреть на невидимое. Нам нужно смотреть в Слово Божье, разглядывать, смотреть, слушать. И вот эта уверенность будет возрастать внутри. Вот это внутри подтверждение, доказательство. Ну и дальше рассмотрим нашу тему – камни небесного Иерусалима. Сегодня яспис, яшма. Какие местописания нам с этим камнем? Откровение 4.3. «И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобное смарагду, изумруду». То есть видом подобное изумруду. Здесь о ком говорится? Здесь говорится «сидящий, сей сидящий видом был подобен камню яспису». Это в 4 главе Иоанн описывает нам престол Божий. «И на престоле Божьем сидящий видом был подобен камню яспису». То есть яшма – камень. Подобен. То есть здесь мы видим, что Бог нам тоже открывает себя подобно камню яспису. То есть описание его Иоанн нам описывает как камень яспис. «Сидящий видом был подобен, сей сидящий видом был подобен камню яспису, и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Вот эта радуга, она зеленого прозрачного сияющего цвета. Вот такая радуга. Вот такое нам описывает Иоанн. Исход 24, 10. «И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». То есть мы в прошлый раз разбирали, да, что престол его подобный сапфиру, как самое небо ясное, то есть синего цвета. А теперь прочтем Откровение 21, 10, 20, что Дух Божий говорит нам через Иоанна. «И вознес меня в Духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. И он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису, кристалловидному». Итак, город, город на горе, на высокой горе, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Кто? Город. Город имеет славу Божию. То есть вот это сияние, да, славу Божию. А если мы понимаем, что слава Божия – это характер Божий, то есть вот это сияние, это все сияет Богом, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. И вот эти картинки, которые выставлю, это разновидности этих камней. Камня яшмы, камень яспис. Он настолько разновидный, настолько много цветов имеет и разные-разные узоры, что ты, когда смотришь и удивляешься, как это в таком камне, в таком, ну, видимо, нам он как непрозрачный. Когда мы своими глазами его смотрим, вот он непрозрачный. Но в нем узоры. А тут описан камень, камню яспису кристалловидному, то есть он прозрачный, сияющий. И представляете, вот эти узоры под этим светом, как они сияют, как этот камень сияет. И смотрите, и это описано, что он имеет славу Божию. То есть вот это сияние, вот этот блеск имеет этот город. Вот такой он блистающий. И это слава Божия. Имеет славу Божию. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как ширина. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стены его измерил во 144 локтя. Меру человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа. Посмотрите, стена его построена из ясписа. Вот представьте, вот это сияние кристалловидного ясписа, и сравните вот эти камни, которые здесь у нас на земле, яшма этот, яспис. Какие узоры, и как там это блеск и сияние от этого камня, да? То есть стена его построена из ясписа, и город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Посмотрите, там даже золото, вот у нас золото непрозрачное, а там оно как чистое стекло. То есть там даже золото прозрачное, камни прозрачные. Такое ощущение, что под сиянием света, вот как мы уже в каждой теме говорили, под сиянием чистого света камни становятся прозрачными, они не тускнеют, светят узорами. Так и здесь получается даже золото прозрачное. Смотрите, основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое, яспис. Очень важно, первое, яспис. А это образ, подобный Богу. Нам описывает Иоанн, что видение, что Бог, сидящий на престоле, подобен яспису. И здесь написано основание первое, яспис. Второе, сапфир. Сапфир, мы знаем, это образ престола Божьего, да, как сапфир. Третье, халкидон. Четвертое, смарагд. Смарагд, это изумруд. Изумруд, как мы уже в первой теме разбирали, это колено Иуды, это верный остаток Божий. Это гора Сион. Это 144 тысячи. На горе Сионе. Пятое, сардоникс. Шестое, сердолик. Седьмое, хризолит. Восьмое, верил. Девятое, топаз. Десятое, хризопраз. Одиннадцатое, гиацинт. Двенадцатое, аметист. Все эти камни, я картинки выставляла в прошлых видео. Вы представляете? И вот эти камни, они все прозрачные, сияют, светят, издают узоры. Мы знаем, что краеугольный камень – это Иисус Христос. Драгоценный камень. Все как бы сравнение с камнями. Господь нам в простоте говорит. И дальше. А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Представляете, какая огромная жемчужина. Дальше. Храма же я не видел в нем. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. То есть, храм Его Господь, Бог Вседержитель, Который все держит. Как мы уже разобрали сейчас места из Писания, все им содержится. То есть, и здесь тоже Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Он Бог Вседержитель и Агнец. То есть, Искупитель наш. И Он храм в этом городе. Сам Господь. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего. Ибо слава Божия осветила Его, и светильник Его Агнец. Вот, пожалуйста, нам образ святилища. И Агнец – жертва, и Он же светильник. А знаем, что светильник – это образ церкви, Духа Святого, да? То здесь Он светильник. Слово Божие светильник, да? И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила Его. Мы понимаем, что слава Его подобна драгоценному камню, как бы яспису кристалловидному. Здесь мы видим описание света, который излучает Господь наш. Он такой яркий, такой чистый, что даже солнца света не видно. Света солнца не видно. Если свет днем включишь, его не видно. Вот так же солнце есть. При сиянии Господа света солнца не видно. 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь Свою». Сегодня ключевые слова, которые мы читали, да? «Сияние», «свет», «славу». То есть это Бог силою Своею все сотворит, пересотворит. Он соделает из камней, которые непрозрачные. Вот мы смотрим на земле, вот они непрозрачные, вот мы такие непрозрачные. И Он пересотворит нас так же словом Своим, как и сотворил все по Слову Своему. Куда мы не посмотрим, везде Его слава. То есть везде Его завет, слово. обещание, вот эта уверенность у нас внутри, что Бог сотворил, и нас никто не переубедит, потому что мы имеем свидетельство внутри себя, что это Он сотворил. И так же через веру так же быть уверенными, что Бог сотворит и в нас по Слову Своему. И Он из вот этих камней, которые непрозрачные, под Его светом, через Его освещение, славу и сияние, Он сделает прозрачными. То есть мы будем сиять, источать Его свет. Мы будем прозрачными, то есть Он будет сиять через нас. И это слава и честь. И это Он все сотворит. Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в Него славу и честь народов. Вот оно, сияние. Какой образ нам в этих камнях? Это народы, которые принесут в Него славу и честь. И не войдет в Него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агонца в книге жизни. Итак, кто войдет в Него, в этот город? Только те, которые написаны у Агонца в книге жизни. А это кто? Те, которые не преданные мерзости и лжи. То есть ничто нечистое не войдет. Давайте в оригинале посмотрим этот стих с 25 большие ворота его не будут запираться днем и ночи там не и принесу во славу то есть блеск сияние яркость слава честь величие принесут в него и честь то есть цена стоимость почет почесть почитание попечения и так честь цена стоимость почет народов нации языки и племена и принесут в него славу и честь народов посмотрите и принесут в него славу то сияние яркость блеск вот как отражение камней да как сияние камней принесут него славу блеск сияние яркость то есть это яркие цвета разноцветные вот как эти камни которые вот я выставляю да во всех наших темах хотя бы маленький такой образ нам славу и честь стоимость цена посмотрите опять напоминает нам опять вспоминается нам когда мы изучали иова о том когда он прошел это пленение вот эту потерю до пленение плен бог дал ему вдвойне он сделал его прекрасным совершенным товаром то есть он бесценный до прекрасный совершенный товар то есть совершенство дал ему сделал его совершенным когда он прошел вот этот плен пленение Сегодня мы тоже разбирали, размышляли о том, что наши страдания, они здесь временные, просто как миг. И здесь тоже мы читаем, что эти народы, вот смотрите, и принесут в него славу и честь народов. Славу и честь народов. Славу, то есть сияние, яркость, блеск, слава, величие, цена, стоимость, честь, почет народов. Наций, племена, то есть из язычников. Посмотрите, как интересно. И не войдет в него ничто нечистое. Нечистое слово осквернять, делать или почитать нечистым. То есть оскверняться, да, нечистое, оскверненное. Не войдет в него, в этот город. И никто преданный, преданный, смотрите, слово здесь стоит в оригинале. Делать, творить, сотворить, производить, исполнять. Те, кто не войдут, оскверненные, то есть нечистые. Ничто нечистое, оскверненное не войдет. И никто преданный, преданный. То есть тот, кто творит, творил, сотворил, производил, исполнял, делал мерзости, гнусность, скверно, гадость. А что пред Богом мерзость? Преданный мерзости и лжи. А также лжи. То есть, а также, то есть мерзости и лжи. Ложь, обман, неправда.